Добрый день! Сегодня наш блог будет необычным. Я в принципе стараюсь не затрагивать на блоге никаких политических вопросов. Этот блог на самом деле предназначен для вопроса и ответа по теории, иудаизму и аллахе лицом к лицу. Но сейчас у меня есть аллахический вопрос, который на самом деле получается, что он очень политический. И поэтому я постараюсь его сейчас обсудить. Посмотрим, что и как, и какие реакции будут. Посмотрим. Понимаю, что он может оказаться неоднозначным. Итак, вопрос такой. В прошедшую субботу в деревне или в Мушаве, Харумиш, на Ветсув, недалеко от нашего города, произошел тяжелейший теракт. 19-летний убийца проник на территорию поселения, проник в дом семьи Саламон и зарезал отца, главу семейства Йоси и его двоих детей, Эйлада и Хая. Чудесным образом спаслилась жена Эйлада и пятеро детей, просто спрятавшись на втором этаже, закрыл дверь. Солдат, сосед, солдат спецназа ранил этого убийцу и террориста. И таким образом он прекратил этот ужасный теракт. Так это остановилось. И был еще один, с чего все началось. Началось все с того, что на Храмовой горе трое израильских арабов из города Ум-эль-Фахим, крупный израильский арабский город на севере страны, они пришли на Храмовую гору, и там пронесли автоматы самодельные и расстреляли израильских полицейских, которые оказались друзами. Двое из них в тяжелейшем состоянии были доставлены больницей, после этого скончались. Теперь тела этих террористов с Храмовой горы передали вчера их семям по указанию богатства Верховного суда Израиля. Им устроили похороны, где все жители этого города Ум-эль-Фахим пришли, называли их не террористами, а героями, шахидами и так далее и тому подобное. Устроили им, так сказать, как бы похорону, как героям, борцам сопротивления. Неужели израильский суд считает этих убийц борцами сопротивления, воинами, и считает, что к ним нужно относиться с уважением? Мне кажется, что это очевидно, что нет. Они просто убийцы. Они взяли и посчитали нужным убить абсолютно невинных людей. Сопротивление. Кому они сопротивляются? Получается, что наш суд, этот Верховный суд, считает, что они имеют право на свою деятельность. Они считаются борцами сопротивления, они считаются солдатами даже вражеской армии, которым нужно относиться с уважением, которых нужно хранить с определенными воинскими почестями. Это абсурд. И тут я задаю такой вопрос. Какое мы имеем право, как судебная система, мы, я имею в виду, как общество и как судебная система, по отношению к каждому отдельному индивидууму в нашем обществе, какое мы имеем право не казнить этого 19-летнего убийцу, который пришел и убил семью Салому? Какое мы имеем право не отдавать тела этих убийц для того, чтобы им устраивали похороны как героям в их родном городе? Почему мы считаем, что это негуманно казнить этого убийцу? Почему израильский суд считает, что смертная казнь по отношению к толковому человеку – это негуманно? Но если он будет жить, а еще есть вариант, что потом его освободят в какой-нибудь сделке обмена вроде бы пленными, да? Боже, абсурдная вещь. Тогда получается, что мы преследуем всех тех людей, потенциальных жертв, которые могут оказаться жертвами тех людей, которые увидят, что ничего, Израиль ничего не делает по отношению к тем людям, которые его убивают. Знаете, как называется это? Называется «Ли рахэм альга ахзарим». Рамбам говорит, что тот, кто «Ми рахэм альга ахзарим», тот, кто ведет себя милосердно по отношению к жестоким, он в конце концов будет «Ли тагзир альга рахманим», он в конце концов будет жестоко относиться к тем, кому нужно относиться с милосердием. То есть, если человек милосердствует по отношению к злодеям, он в конце концов будет задействовать по отношению к хорошим людям. Это то, что в рамбаме написано. Вот он факт. Тем самым, что… Это можно сказать, что это то, что рамба имеет в виду. Тем самым, что мы ведем себя малодушно, да, и играем в великодушие по отношению к вот этим вот убийцам, мы тем самым подвергаем опасности потенциально каждого конкретного жителя государства Израиля. Понимаете? Нас всех мы подвергаем опасности тем, что мы не готовы четко сказать, что такое поведение приводит к смертной казни. Кто-то из этих потенциальных убийц не пойдет на этот теракт. Уже мы сделали что-то важное. Если они будут понимать, что их будет останавливать возможность смертной казни по отношению к ним, тогда они, говорят, тогда они, может быть, остановятся. Говорят, что они не боятся умереть. Они не боятся, что их убьют, они не боятся, что… Хорошо. Они не боятся, что их убьют в бою, да, после того, когда они там с оружием что-то делают. Может быть. Но как только… Очень интересно, что как только они понимают, что они обезврежены, они поднимают руки. Это то, что произошло с этим солдатом Элеор Азария. Что он убил этого террориста, который вроде бы был уже в состоянии… Минутраль здесь это называется. Он нейтрализован. То есть он уже не представляет опасности. А Элеор не знал точно, предоставляет опасность, не представляет. Он его расстрелял. Еще раз, вопрос такой. Почему отсутствие смертной казни не считается в нашем суде как преследование каждого конкретного жителя Израиля? Это вопрос, который я хочу задать. Преследовать другого человека можно вот таким вот образом. Мы не даём, не ограждаем наше общество от потенциальных убийц. Почему это правильно? Почему с точки зрения юриспруденции израильской это верно отдать тела вот этих террористов, которых, да, убили после теракта, который они сделали? Почему англичане считали нужным хоронить ситхов, с которыми они воевали в Индии? Почему они считали нужным их хоронить в свиных кожах для того, чтобы остановить их сопротивление? Я не призываю к такому действию радикальному, которое делали англичане. Но что-то нужно сделать, чтобы эти люди остановились. Почему мы все время выступаем? Почему? Еще раз, я не за то, что мы не можем выступать из-за нашей гордыни. А если нужно уступить с точки зрения, и это будет влиять только на нашу гордыню, я об этом вообще не говорю. Мне как бы все равно. Я говорю с точки зрения безопасности, с точки зрения того, что мы должны обезопасить общество, с точки зрения Аллахии, мы должны создать максимальную защиту для населения, максимальную защиту для населения, что человек, который идет убивать других людей, понимает, что он заплатит за это своей жизнью. И этот вопрос как бы меня мучает, почему израильский суд считает это правильно. Более того, была такая ситуация, несколько лет назад был израильский полицейский, который убил у гонщика машин, автомашин, который на него пошел с отверткой, он достал пистолет и застрелил его. Полицейский получил сначала полтора года тюрьмы, за то, что он его, дескать, должен был не убивать этого автоугонщика, а потом ему Верховный суд добавил еще полтора года, то есть он получил в общей сложности три года тюрьмы. И председатель суда, по-моему, это была женщина, не помню, как ее сейчас имя, она сказала, что это пришло, наше решение выражает святость человеческой жизни, которая в нашей судебной системе. То есть вот этот убитый автоугонщик, мы считаем, что его жизнь свята. Несмотря на то, что он преступник, как так она пишет, преступник, которого мы не поддерживаем, но все равно его жизнь свята для нас. Хорошо, но жизнь вот этого полицейского не свята для вас, которого вы посадили за три года, за то, что он, обороняясь от этого автоугонщика, его застрелил. Так получается, его жизнь для вас не свята? Почему жизнь вот этих вот убийц, которые встают и хотят уничтожить, свята для судебной системы Израиля, а жизнь обычного семьи Салома, вот этих людей? Почему жизнь этих людей не свята? Это разве не то, что сказал Рамбом, что тот, кто милосерден с жестокими, в конце концов будет жесток с милосердным? У меня просто нет другого объяснения. Желаем нам только радостных событий, чтобы в этот девятый ава уже мы были на храмовой горе, с храмом, и не было бы вопроса, ставить ли там металлоискателя или не ставить, и как отслеживать там возможный теракт. Наш ближайший друг напоминает, что в Советском Союзе в юридической системе было понятие превышения рамок необходимой обороны. То есть, человек вместо того, чтобы просто убрать ту опасность, в которой он находился, он человека слишком сильно побил, убил и так далее. Это тоже была определенная статья. И можно сказать, что это то, что была претензия к Илоу Розари, это была претензия, возможно, для того, чтобы обезвредить этих людей, достаточно было их просто ранить, обезвредить, но не убивать. Вот такой интересный момент. Насколько я помню, в Аллахе есть четкое разделение. То есть, если есть третий человек, который смотрит, есть преступник, он преследует жертву. Так вот этого преступника можно без суда и следствия по Торе что? В него стрелять. Можно стрелять, изначально нужно стрелять даже в обезвреде, то есть по ногам, для того, чтобы его нейтрализовать и обезвредить, остановить. Но если другого варианта нет, можно его стрелять на поражение, если нет других вариантов. Вроде бы то же правило, как бы необходимая оборона, но только... Или превышение. Есть спор мудрецов, тот, кто превысил, он считается убийцей или не считается убийцей, наказывается он или не наказывается. Спор мудрецов, есть мнение Рамбома, Тур. Но жертва по ее поводу нет, вот этого отделения. Жертва априори, нет вопроса, что мог человек быть обезвредить, а убил своего преследователя. Поскольку он находится в состоянии жертвы и его преследуют, к нему этой претензии нет. Понимаете? То есть, вот этот момент, как бы, часть мысли у нашего суда есть, превышение обороны, а часть мысли Торы не хватает. То есть, Тора, я так понимаю, что Тора говорит, что человек, который находится в состоянии, когда его преследуют, к нему нет этой претензии, что он должен выбирать, думать, он должен, самое главное, убрать опасность от себя. А третий человек, он все-таки в более в холоднокровной ситуации находится, он может принимать какое-то более взвешенное решение. Вот так вот.